Привет, представьтесь, пожалуйста. Привет, меня зовут Квари Стоктон, я ведущий дизайнер проекта. Я Том Чилтон, геймдиректор WoW. Расскажите нашему комьюнити о новом апдейте. Патч 5.4 это следующий патч World of Warcraft. Это последний рейдовый тир в цикле Мистов Фандария. Там будет огромный рейд осады Агримара, где нам предстоит победить Гароша наряду с другими 14 боссами. Мы добавляем огромную зону вне временной остров. Она содержит больше рандомного контента, ориентированного на исследование, и тем самым уходит от концепции ежедневных квестов, которая была до этого. Мы также добавляем новые особенности. Гибкую систему рейдов, которая позволит рейдить любым количеством от 10 до 25 человек, вместо старой системы, допускавшей только рейды на 10 или на 25 человек, что часто создавало проблему при формировании рейда. Еще у нас есть сценарий Proving Grounds, который позволяет игрокам тренироваться в осознанных условиях рейда в роли танка, дамагера или хиллера. Можете ли вы рассказать про новую локацию? Рейд проходит в трех локациях. Все события начинаются в Пандарии и затем возвращаются в Калимдор, где вы пробиваетесь в Аргримар, и заканчивается все в лагере Гарыша под Аргримаром, где вы раскроете все секреты, которые накопились в течение патча. Вне временной остров это новая зона, которая находится со стороны побережья нефритового леса. Это остров, до которого раньше игроки не могли добраться, и на нем находится много всего, включая 5 мировых боссов, большое количество доступных сценариев, новых врагов и сокровищ. Планируете ли вы добавлять в игру новые классы? Мы не планируем добавление новых классов в течение цикла миссов Пандария. Обычно мы это делаем с переходом на новые дополнения, и мы пока не знаем, что будет с следующим дополнением. Мы знаем. Да, мы знаем, но больше никто не знает. Расскажите, планируется ли переход на фри-то-плей и про внутренний игровой магазин? Нашей моделью оплаты останется подписка. Думаю, она будет работать для нас еще долго. Существует возможность, что в будущее мы перейдем на фри-то-плей, но очень сложно это предсказать. Мы добавляем внутри игровой магазин, но в основном у них будут те вещи, которые мы уже продаем на веб-сайте, такие как маунты, петы, косметические шлемы, а также сервисы, которые мы уже предлагаем, вроде переноса персонажа. Причина в том, что в игре это делать удобнее, чем идти на веб-сайт, делать покупку там и возвращаться в игру. Впоследствии, возможно, что-то еще будет там продаваться, например, специальный костюм для Хэллоуин или что-нибудь в этом роде. Но это все будет косметическим и не влияющим на силу персонажа, так что не будет никакого pay to win. Да, все так говорят. World of Warcraft – это одна из игр с моделью подписки, которая долго функционирует. Если вы перейдете на фри-то-плей, то будет ли это означать, что век World of Warcraft закончился или что компания больше заинтересована в расширении базы игроков. Пока нас полностью устраивает модель подписки и мы планируем ее сохранять в ближайшем будущем. Сложно предположить, что мы будем делать через годы и захотим ли мы вообще переходить на фри-то-плей. Я думаю, преимущество модели подписки в том, что люди чувствуют, что получается полностью оформив подписку, им не надо платить за отдельные вещи, ведь все уже включено. Да, я определенно с этим согласен. Мы чувствуем себя комфортно с этой моделью, и я думаю, что пройдет немало времени до того, как мы рассмотрим другие варианты. Но лишь время покажет, так это или нет. Если WoW перейдет на фри-то-плей, то это произойдет во всех регионах или каких-то отдельных. Если бы мы переходили, то думаю, во всех регионах одновременно. Может быть, сначала мы запустили бы в одном, но с ожиданием, что позже подключатся и другие. Опять же, я могу быть неправ, и через пару лет мы увидим нечто совершенно другое. Что большинство игроков думает об изменениях системы талантов, которые произошли в месяцах в Пандаре? Основная масса откликов, которые мы получили, говорят, что такой дизайн лучше, таланты более значимые, и принятие решения о выборе таланта больше воспринимается как изменение своего класса. И меньше такого, что мне надо пойти на веб-сайт и найти точный билд для себя. В то же время это большое изменение, и должно пройти время, чтобы игроки полностью осознали разницу, но в целом мы удовлетворены направлением движения с момента, когда мы ввели это изменение. Да, я абсолютно согласен. Лично я наслаждаюсь новой системой талантов, в которой я чувствую большую гибкость и свободу. Так что с точки зрения геймплея я думаю, что она лучше. Но только время покажет, пока еще система утрясается. Но в целом она нас устраивает. Все мы знаем, что скоро случится запуск Диабло на консолях. Может быть вы и планируете перенос World of Warcraft на консоли? Мы обсуждали это расширение на другие платформы. Но родная платформа WoW это конечно же PC, на которой игра существует долгое время и имеет много уникальных возможностей управления. Так что тяжело перенести игру на консоль, чтобы игра сохраняла ощущение WoW. Однако думаю, игру можно расширить на другие платформы. Например, мобильные устройства или планшеты. Просто нужно найти грамотный способ, чтобы воссоздать веселый геймплей там и в то же время сохранить у людей желание играть на PC. Существует много сложностей с управлением и общением. World of Warcraft изначально подразумевал наличие системы чата. И это будет тяжело изменить для консоли. Такие персонажи были разработаны с большим количеством умений и способностей. Поэтому очень сложно было бы управлять ими с контроллером. Возможно, будущая Warcraft игра будет на консоли, но с WoW это вряд ли произойдет. Спасибо за интервью. Надеемся увидеть в будущем еще много новых интересных дополнений в WoW. видео. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok